Утренняя молитва в нашей Киевской архипископии Матерской Православной Церкви Христа Спасителя Сегодня 24 августа Сегодня Шаббат Шаббат Шалом, Суббота Господня И сегодня День независимости Украины Молимся за Украину сегодня Благоставляем Киев, благоставляем Украину Благоставляем Израиль Молимся за Израиль, молимся за Иерусалим Это всегдашняя наша молитва Во имя Господне, во имя Иисуса Христа И сейчас прекрасное исполнение Я очень люблю это исполнение Божий Великий Единый Духовный Един Украины на Бандуре Этот джусь, по-моему, исполняет Не написано Ну, очень прекрасное исполнение Я часто слушаю Даже на будильник поставил тоже Часто ставлю Иногда меняю, но часто ставлю Как раз эту бандуру Вот, исполнение на Бандуре И думаю, что вот в церкви прекрасно было бы Чтобы исполнялось на Бандуре Ладно, буду включать уже и онлайн Кстати, надо было сразу включить И вот эта запись на Бандуре Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя И вот эта запись на Бандуре Аллилуйя, аллилуйя Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Нам Украину храни, воли свиту променям тихий осени. Світло науки і знання, на вас усіх просвіти. В чистій любові до краю, в чистій любові до тебе й краю, Ти нас, Боже, зрости. Моливось, моливось, Боже, єдиний нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти, Ти на люд свій зверни. Алінує, алінує, алінує. Дай Йому волю, дай Йому долю, дай доброго свиту. Счастья, дай, Боже, народу і мно, а я мноя літа. Алінує, дякую, Боже, дякую. Алінує, алінує. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Благодарю Тебя за этот день субботний. Благодарю Тебя за этот шаббат. Благодарю Тебя, Господь, за все, за милость Твою. Благодарю Тебя, що в цей шаббат, здесь, в Україні, в цей земле, празднується, святкується День незалежності, День независимости. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой Царь. Пусть Господь, украінський язык, украінська мова звучит, Господь, здесь, на этой земле. Більше и більше, Господь, пусть пробуждается народ, пусть пробуждаются люди, Господь, от сна греховного. Пусть восхваляю Тебя, Господь Божий, воспеваю Тебе, Аллилуйя. Хай луна и пісня над схилами Днепра. Ісусу слава, Ісусу слава, Аллилуйя. Ісусу слава, Ісусу слава. Хай луна и пісня над схилами Днепра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, Коли лине з неба чистий сильний дощ, Коли сонце правди порозвонить хмари, Коли пісню щастя заспіває хтось, І цей день нарешті до нас увірвався. Ісусу слава, Ісусу слава, Ісусу слава. Луна и пісня над схилами Днепра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна. Аллилуйя, аллилуйя. Люди України, люди всіх народів, Підіймайте руки, прославляйте Сына. Він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достоин слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава. Луна і пісня над схилами Днепра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вільна Україна. Ісусу слава, навіки, навіки. Ісусу слава, навіки, навіки. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу Святому. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, за все. Братья, сёстры, приветствую всех вас. Приветствую, кто подключился, кто подключается сейчас. Слава Богу. Сейчас кто-то уже есть в сети. В шесть утра здесь я в Киеве сейчас, в нашей Киевской архиепископии. Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Архиепископом, который ваш покойный слуга является. Вот, и эти дни я здесь включаюсь каждое утро в шесть утра по киевскому времени в трансляции прямой с утренней молитвы. И в шесть вечера тоже стараюсь регулярно подключаться. Вот, и сегодня шаббат, сегодня субота. День Господний сегодня. Мы в покое, в радости, словословим Бога. Вот, и слава Господу, это прекрасно. Слава Богу. Благоставляю свою семью сейчас, благоставляю всех вас, кто подключается, и кто потом в записи будет смотреть это видео. Потому что после трансляции я все это сохраняю здесь на моем канале Ютуба. Спасибо всем огромное за тоже участие в моем служении Господу и здесь в Украине, и в России, в Белоруссии, в Грузии, в Молдове. Ну вот, в основном здесь я дружусь, в этих наших странах. Вот, молюсь сейчас за поездку в Румынию, в нашу церковь, там, в Бухаресте, Плэште. Это епископ Богдан Ионеско, это наш епископ, там, в Румынии, в Молдове, в Румынии. Ну, он в Румынии. Вот, Богдан Ионеско, он, значит, священнослужитель с большим опытом очень, стажем, он чуть постарше меня, и служение начал чуть раньше, чем я начал. И я вот, ну, я тоже, в общем-то, больше 30 лет уже являюсь православным священнослужителем. Вот, он еще раньше меня начал служение. Вот, был монахом, монашествовал, да, значит, дослужился до Архимадрита. Слава Богу, что с монашеством он все окончил, женился, за ум взялся, слава Богу, живет нормальной жизнью, благочестивой христианской жизнью. И является епископом православно-реформаторской обновленческой церкви нашей, нашей киевской архиепископии. Вот, и он приезжал часто сюда уже, значит, и я все обещал, все никак, вот, намереваюсь таки поехать к нему, вот, и побыть у него. Послужить Словом Божьим, румынскому народу, слава Богу, пусть Господь благословит всех вас. Ну и, конечно же, в Молдавии тоже, значит, молдовам, молдаванам в Молдовии послужить Словом Божьим хочу так же. Вот, пусть Господь благословит всех вас. Молюсь о поездке на Кавказ так же, Грузии, Армении и в других странах Кавказа. Я проповедую и традиционным христианам, да, и традиционным мусульманам, культурно, номинально или же реально практикующим эти религии. Но самое главное, я говорю, что религии не спасают ни ислам, ни христианство, никакая другая религия. Спасает сам Господь, Иисус Христос, и сам Асих, и Ишуа Машлях. Слава тебе, Господь. За Израиль молюсь. Особенные молитвы сегодня за Израиль, так же за Иерусалим. Вот, ну и, конечно, да, и сегодня начнем, и закончим с этой молитвой за Украину, за Киев, непосредственно за Украину. Потому что сегодня не только Шаббат, не только сегодня День Господний, но сегодня выпало как раз празднование Дня Независимости Украины. Слава Богу. В этом поздравляю всех, щиро витаю всех украинцев за святым Днем Незалежности. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь, слава тебе, Святой, Правитый, Бог наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня с утра уже и гимн, вот, официальный гимн государственной Украины, да, спели, да, вместе, кто подпевал. Вот, и церковный гимн Украины, такой, молитва за Украину, да, Божий, Великий, Единый. Слава Богу, очень мне нравится. Это такие листовочки нашей церкви, как раз, да, очень, кстати, полезный назидатель. Будет тоже спеть еще несколько песен. Спел еще и Валерия Корупа песню, Иисусу слава. Вот, Валера сам сейчас на небесах уже, вот, он там с неба уже машет нам ручкой, как говорится, да, мне сверху видно все, ты так и знай, аллилуйя. Да, в Сонме там сейчас он небожителей проставляет Творца, вот, но здесь на земле он потрудился, молодец, очень хорошо, и много песен прекрасных оставил после себя. Вот, вот, перед тем, как он ушел в вечность, чтобы вечно уже восхвалять Творца, Царя-Царей, возлюбленного нашего. Вот, вот, здесь на земле он потрудился на славу Божью, вот, и много пел, исполнял песню, много сочинял, вот, и его творчество еще, скажу, много очень даже, еще, даже, я думаю, еще больше сыграет роль в пробуждении и здесь в Украине, и в России, и в других странах мира. Слава Господу! Вот, и вот эта его песня «Вся земля так долго, на цей день чекала». Прекрасная песня, прекрасная. Вот, есть еще другая песня, я автора не знаю, но стихи, очень тоже потрясающие стихи. Говорили, что одна девушка написала, здесь вот сестра в Киеве, но я не знаю деталей, не знаю точно, надо, кстати, поинтересоваться. В Ютубе спрашивал, значит, ну, запрос сделал, там не написано было, кто исполняет, кто автор, вернее, жалко, но посмотрим. И вот слова «Моя молитва», «Моя молитва», да, кто знает, подпевайте. Я не могу сейчас выставить здесь текст, к сожалению, уже после уже выставлю, уже тогда. Моя молитва не гайлине, до тебе наче фемия, і сердце лине безупино, в чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю тебе за людей, ти их прости, ти их спаси. И милі свою нам яви, Боже, я знаю, что ти будешь с нами, в храме твоему, под небесами. Радость и мир ти дарував, Життя за людей віддав, В книгу життя нас записав. В своєму слові живому, Ти для життя веління дав, Щоб люди всі молились тому, хто на Христі за них вмира, за нас вмира. Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю тебе за людей, ти их прости, ти их спаси. И милі свою нам яви, Боже, я знаю, что ти будешь с нами, В храме своєму, под небесами. Радость и мир ти дарував, Життя за людей віддав, В книгу життя нас записав. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Дякуючи Богу, дякуючи Богу, Ми знайшли дорогу в рай дорогу. Аллилуйя, 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 Дякуючи Богу, Дякуючи Богу, Ми знайшли дорогу в рай дорогу. Аллилуйя, Ісус Христос, наша дорога, Путь, істина і жизнь. Аллилуйя, Аллилуйя. Благословен Бог наш, Завжди, нині, повсякчас, І навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, Слава тобі, Царю небесний, Утішетелю душе істини, Що всюди єси, І все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю, Ти прийшов і вселився в нас, І очистив нас від усякої скверни, І ти спас благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, Хвала тобі. Аллилуйя, Слава Отцю, Сину і Святому Духові, І нині, і повсякчас, І навіки віки. Амінь. Пресвята Троїця, помилував Ти нас. Господи очистив гріхи наші, Владико простив беззаконня наші. Святий прийшов і зцілив немочі наші, І мені Твого радив. Господь помилував і простив усіх нас. Аллилуйя, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Нині, і повсякчас, І навіки віки. Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє. Аллилуйя. Нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, І простий нам про винні наші, Яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, Але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство і сили і слава на віки. Амінь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Вірою, символ віри. Вірою в Єдиного Бога Отця, Всемогутнього, Вседержителя, Вседержителя, Творця неба і землі, Всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла Бога Істинного, Від Бога Істинного, Єдиносущного за цим, Рожденного, Носотворенного, Єдиносущного за цим, Що через Нього все сталося. Він для нас, людей, Ради нашого спасіння, Зійшов з небес, І воплотився від Духа Святого, І Марій Дівий став чоловіком, І розп'яти був за нас при понці Пилаці, І страждав, і був похований. Аминую. І воскрес на третій день, як було написано, І возніся на небо, І сидить справоруч Отця, І знову прийде у славі Судити живих і мертвих, І царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Істинного, І Животворчого, Що від Отця походить, Що йому з Отцем і Сином, Однакове поклоніння і однакова слава, Що говорив через пророків, В Єдину Святу Соборну І Апостоліську Церкву, Визнаю одне хрещення На відпущення гріхів, Чекаю воскресенья мертвих, І життя будучи віку. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь всей Вселенной, Благословен Бог наш, Благословен Искупитель наш. Слава Тебе, Слава Тебе и хвала. Слава, Слава, Слава. В этот утренний час прими, Господь, хвалу нашу, Как фемиам, как благоухание к престолу Твоему, Господь. Слава Тебе с нашей земли. Прежние годы, Господь, зловоние, богоборчество, атеистической пропаганды Поднималось к небесам. И проклятие на проклятие приходило на землю нашу. Но нынешние дни, Господь, нынешнее время, В прежнее время умолил эту землю, но нынешнее возвеличивает. Потому что уже не зловоние атеистической пропаганды и богохульств, Но фемиам молитв святых поднимается к престолу славы. Аллилуйя, к небесам. И если прежде было проклятие на проклятие, то ныне благословение на благословение. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Царь всей Вселенной. Благослови, Господь. Паки и паки. Снова и снова. Ща и ща. Благослови, Господь, Украину. Благослови, Киев. Благослови, Господь, народ украинский, и здесь в Украине проживающий, и в Рассейне по всему лицу земли. Боже, благослови Господь, Боже, благослови все народы, проживающие в Украине Боже, духовное пробуждение, особенно прошу Тебя за татарский народ Боже, о духовном пробуждении, также Господь татар Боже, во имя Иисуса Христа Благодарю Тебя, Господь, что и татарская кровь в моих жилах течет Боже, и благодарю Тебя, Господь, что и в моем сердце эта молитва постоянная за татарский народ, за тюркские народы о духовном пробуждении, Господь, во имя Иисуса Христа, благословен ты, Царь всей вселенной, слава тебе, Господь, Боже, благослови, Господь, все страны бывшего союза, Боже, и бывшая Российской империи, Боже всемогущий, духовно пробуди, Господь, и все страны нашей земли, и страдавшиеся планеты, Господь, помилуй, Господь, спаси, сохрани, Боже всемогущий, благослови Израиль сегодня, благослови Иерусалим во имя Иисуса Христа, слава тебе, Господь, слава тебе и хвала, Аллилуйя, благодарю тебя за этот шаббат, поздравляю тебя с этим твоим праздником, для меня великая честь в этот твой праздник, Боже, иметь возможность вот так вот воспалять тебя, воспевать тебя, праздновать, спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, 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 Господи, спасибо, спасибо, драгоценный, возлюбленный, прекрасный, слава тебе, слава тебе и хвала. О, Анна и Пачи, благодарю тебя за эту возможность сегодня преломлять хлеб, вот так вот в простоте, Боже, тело и кровь твои, Боже, спасибо, Господь, спасибо. Братья, сестры, призываю вас тоже присоединиться сейчас к хлебопреломлению, причастию, тело и крови Господа нашего, Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот, и если есть у вас сок виноградный, то налейте себе, я к шаббату приготовил, вот, если нет, то уже что есть, или просто воды даже возьмите, вот, для причастия, потому что, да, не вещество причастия самое важное, а наше рассуждение о теле крови Господа Иисуса. Вот, и у меня здесь хлеб есть, восточный хлеб, такой лепешки, восточные, закутал их. И, да, я вот преломляю хлеб, делаю хлебопреломление, совершаю, вот так вот, взяв хлеб, восточный хлеб, эти лепешки, молюсь. Молюсь и благодарю Бога Всемогущего, совершаю Евхаристию, божественную Евхаристию, хлебопреломление, причастие тела и крови Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, великое таинство. Вот, в церкви мы обычно используем мацу, опресники, и я тоже думал купить как раз накануне шабата, вот, фатер есть, опресные лепешки, но, к сожалению, братья-мусульмане не испекли их, вот, в этот шабат не было, к шабату. Ну, вот, были такие лепешки, но, опять-таки, самое главное не, опять-таки, не вещество даже там, квасный хлеб или пресный, вино, сок это, или просто вода даже. Иисус однажды даже из воды просто совершил чудо и сделал воду, это была свадьба, это было пиршество, и люди уже, уже напились уже вина, да, значит, но в самом разгаре, вот, закончилось вино. Видимо, столько гостей пришло, ну, там же, все-таки Иисус пришел, вот, с учениками, там, значит, там, и с друзьями, там, наверняка, там, и мама была его, вот, значит, то есть, ну, как бы, видимо, пришло, так, больше чуть народу, чем ожидалось, как бы, да, значит, и поэтому не хватило вина, вот, и, значит, ну, если была бы там какая-нибудь там безалкогольная, трезвая свадьба, то, конечно, значит, люди бы, как бы, и не было. Чего? А это ж была нормальная такая обычная еврейская свадьба, вот, плясала и гуляла эта свадьба, там, Иисус там наверняка плясал, и Мария, матерь нашего, спасителя Господа, наверняка там танцевала от души до упаду, вот, и апостолы там зажигали наверняка, тоже, значит, в этих танцах, но много вина было, хлеба, все много было, да, значит, но вот с вином, да, вышла такая сечка, не хватило вина. Вот, и, значит, вроде свадьба прекратилась, должна была прекратиться уже, все, ну, раз вина закончилась, ну, как бы, гости, ну, доели бы, там, что на столе было бы, и взяли бы с собой тормозки какие-то, значит, и ушли бы, разошлись бы. Вот, что делать? Ну, и Мария видит, что вина не хватило, как бы, и, ну, видимо, и у Марии уже бокал, бокал был пустой, уже все, вот, ей хотелось еще побольше вина выпить, значит, там, значит, порадоваться тоже за жениха и невесту, значит, тост поднять, может быть. И, значит, и она говорит, Иисус, нет вина, закончилось вино, все. Вот, что делать? Вот, и Иисус говорил ей, матери, что, значит, что еще не время, как бы, для чуда. Может быть, Иисус ожидал более духовного какого-то, может быть, события, вот, это не совсем, как бы, такое духовное чудо, вроде бы, как бы, ну, так, шучу, конечно, три уже. Вот, и, и Мария, значит, сказала, вот, там, слугам, которые прислуживали при свадьбе, да, она сказала, вот, что вам он скажет, Иисус, вот, то делайте вот, его слушайте, слушайте его. Вот, внимание, то есть, он мог сделать что угодно, и вот Иисус говорит, ну, хорошо, есть водоносы, да, кувшины есть, как говорится, да, но по очищению стоят, значит, пустые. Налейте воды. Чего? Воды, просто воды, налейте воды, ну, ладно. Налили водоносы эти воды, эти большие, эти вот кувшины, вот, значит, они, там, археологи находят их разными, там, и в рост человеческий, и выше. То есть, большие довольно емкости такие, вот, и говорит, ну, а теперь, вот, черпни это воды, он, друг, возьми, товарищ, налейте себе, черпни это воды, и отнеси, вот, к тому, к Тамаде. Тамада, он оценит эту воду. Ну, ладно. Подчеркнул слуга и принес к распорядителю пира, к Тамаде этому, вот, значит, ну, кто из свадьбы всей, как бы, так вот, управлял, как бы, да, и тот Тамада попробовал этого вина по дороге. Как-то удивительно, вот, черпали это воду, потом раз, оп, превратилось вино. Ну, ладно. Значит, и он попробовал это вина и говорит, о-о-о, товарищи, вы не правы. И к жениху говорит, слушай, друг, ты не прав. Это хорошее вино, это же вообще, это качественное вино, где ты такое вино достал вообще? Слушай, у тебя была такая заначка, такие вина у тебя стоят в погребе, не может быть. Это же царские вина. Такие хорошие вина дают в начале, в начале пира, когда, да, вот, свадьба только, первое тосты, первое, второе, третье тосты, еще когда люди еще вкус вина чувствуют хорошо, вот, не сильно пьяные, вот. А когда уже выпившие, уже, уже хорошо выпившие, уже там уже можно подешевле вино ставить какой-то портрет, допустим, там, значит, и все, и тогда уже, значит, это пройдет уже. Вот, а поначалу нужно было самое хорошее, а ты, говорит, наоборот. Думай, говорит, человек, ты, говорит, самое хорошее вино оставил напоследок. Но кто так делает? Не по-человечески, не по-людски все это. Вот, просто распорядителей не знал. И жених, конечно же, тоже был в растительности. Откуда у нас дорогое вино? Такое дорогое вино, и вот, откуда у нас оно там в погребах. не может быть вот так вот иисус совершил чудо поэтому не переживайте даже если у вас нет ни вина ни сока как у меня сок вот есть вот сандора купился беда виноградный хороший сок очень вот но налить и просто воды я часто практикую причастие тоже тело крови христа особенно вот где-то там допустим парке где-то на улице бутылочка воды какие-то сухарики у меня с собой ночью там вот и молюсь и причащаюсь тела крови христа рассуждаю о теле крови господа спасителя моего иисуса христа аллилуйя аллилуйя роза тоже пишет да доброе утро дорогие друзья доброе утро доброе утро благословенное утро аллилуйя поэтому сейчас у нас такая евхаристия онлайн до причастия евхаристии поэтому в церквях да в конфессиях там разных динаминаций есть вообще в общинах мессианских есть разные понимания таинства этого причастия вот но сегодня есть такие ветви христианства которые насчет даже вообще они не не практикует вот буквально есть да значит и люди просто смотрят на вот на те образы допустим да или как вот беспокоиться там постарабляться просто целуют евангелие читают евангелие вот мы преломляем хлебушек духовных хлебушек иисуса христа вот но подавляющее большинство разных ветвей христианство основных ветвей используют буквальное поедение хлеба и вина для вот евхаристии причастия кто-то раз в год кто-то раз в месяц значит кто-то там раз в неделю вот кто-то каждый божий день вот я в общем-то стараюсь каждый день преломлять хлеб значит как вот первоапостольская церковь поступала по домам преломляли каждый день хлебушек это конечно говорится здесь и о совместном кушанье агапи вот трапезин и также конечно же говорится и о хлебопреломления тела крови христа воспоминания господа нашего до коль он придет мы это совершаем до коль он придет он еще не пришел до сегодня утром еще не пришел поэтому сегодня чем мы совершаем это но когда он придет мы упьем нового вина Наверное, примерно такого, который он сделал Там, значит, в Кане Галилейской Да, значит, так раз И превратилось все Удивительно, волшебство, чудо Слава тебе, Господь Вот, так что, друзья Кстати, есть даже песня О харизматической церкви В церквях разных слышал такую песню Раньше Воду вино превратил Там что-то-то-то-то Но вот это воду вино превратил Да, вот действительно Он нашу воду превращает в вино Аллилуйя Пусть нашу жизнь, даже если она Малорадостна, да, но сделает ее Прекрасной и радостной Вино это образ радости Образ, как раз, торжества Аллилуйя Еще Бенджамин Франклин говорил об этом как раз Что вино это напоминание о том Что Бог хочет, чтобы мы радовались Для всего человечества Напоминание Аллилуйя Наипач это в Евхаристии видно Очень хорошо Вот И да, у меня виноградный сок и лепешка Но я молюсь И верую, что ем Тело и кровь Господа моего Иисуса Христа Буквально Прямо По-настоящему Не по-нарошку По-правдушному Он во мне, а я в нем И тело Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа Это уже ты и я Это мы верующие Это я Да Спасибо тебе, Господь Спасибо Благословен Бог наш Царь всей Вселенной Давший нам хлеб из земли И плод виноградной лозы Подаривший нам Спасибо тебе, Господь, за эти дары земные Боже, Анна и Пачи Благодарю тебя за дары небесные За великую лозу небесную И хлеб, сошедший с небес Это и есть Сын Твой возлюбленный Господь мой Спаситель Иисус Христос Мой брат Мой друг Мой Царь Мой Владыка Мой Освободитель и Целитель Слава тебе, Господь Благодарю тебя за Духа Святаго Твоего Боже, которым мы действительно живем И движемся И существуем Спасибо тебе, Господь, за все Благословен ты, Царь всей Вселенной Благодарю тебя, что Кровью Твоею Святой Телом ломимым Тогда 2000 лет назад Свершилось великое чудо спасения нашего Исцеление Освобождение Благодарю тебя Благодарю тебя за победу Твою Благодарю тебя за исцеление Твое Слава тебе, Господь Благодарю тебя, Отец Благодарю тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все я благодарю Я тебя, Господь, люблю Я тебя, мой Бог, люблю Я тебя, мой Бог, люблю И за все благодарю За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Благодарю тебя, Отец Благодарю тебя, Иисус Благодарю тебя, Иисус Мой друг мой Я Тебя, мой Бог, хвалю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Царь всей Вселенной! Благословен Бог наш! Аминь, аминь, аминь! Аллилуйя! Тело Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Аминь. Кровь Христа. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, за исцеление. Благословение Твое, Господь. Слава Тебе. Не золотом или серебром, намного лучшим, большим, чем все богатства этого мира. Кровью Христа, телом ломим Твоим, мы искуплены от суетной жизни, предана нам от отцов. Благодарю Тебя, Господь, агнец Божий, закланный от века. Спасибо. Тело Твое, Иисус Христос, кровь Твоя, Иисус Христос, Ты во мне, а я в Тебе. Спасибо. И ничто не разлучит нас. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Аминь. Аминь. Лехаем За жизнь За жизнь мира всего Ты отдал свою жизнь Никто не мог забрать у тебя этой жизни Никто Ни Понтипилат Ни все римское войско Никто Никто Ты сам отдал свою жизнь И за римлян, и за евреев И за русских, и за украинцев, и за белорусов За африканцев, американцев За всех, за всех, за всех Слава тебе, Господь Слава тебе Ибо един Бог И един посредник между Богом и человеками Человек Христос, Иисус, предавший себя Для искупления Всех Аллилуйя Будьмо Аллилуйя Спасибо, Господь Спасибо Спасибо Спасибо, Господь Спасибо, спасибо За жизнь Спасибо, спасибо, спасибо Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, Иисус Спасибо Спасибо Святой Спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою ты отдал О, спасибо Огнец, спасибо Друг мой, спасибо Спасибо Господь, спасибо Аллилуйя Слава тебе, Господь Слава тебе за все Благодарю тебя за этот шаббат, за эту субботу За твой святой день Благодарю тебя Боже, и был вечер Написано, был вечер, и было утро День седьмой Вечером Встречали твой день Сегодня утром продолжаем Празднование И до самого вечера сегодняшнего Помоги нам, Боже, пребывать в твоем шаломе Погружаться глубоко-глубоко В океан твоей любви Аллилуйя Покойтесь миром, братья и сестры Царстве небесном Покойтесь Аллилуйя Аллилуйя Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь, аминь, аминь Аминь Из города Киева С нашей Киевской архиепископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Жидовствующий Обновленческий Епископ Православный Пусть Бог благословит вас Ну и завершим По-нашему По-еврейски, по-мессиански Все-таки шаббат Шаббат, шалом Шаббат, шалом Шаббат, 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 шалом Шаббат, шалом Эй, шаббат, шалом Эй, шаббат, 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 шалом Суббот Немир, Господ Немир, Суббот Немир, Суббот Немир. Суббот О Apa Суббот, Суббот Немир. Всем вам желаю мира, всем вам желаю мира, мира во Христе, шалом, шалом, Ярушала им, шаббат, шалом.